Здравствуйте! В эфире «Преступление и наказание». Я Ольга Журавель. Ситуации, когда просыпаешься утром и понимаешь, что твоя квартира уже не совсем твоя. Когда приходится сторожить свою жилплощадь от нежданных посягателей день и ночь. Когда еще не факт, что после решения суда в твою пользу окажешься в дамках, а не на улице. Знакомо? Увы, такое в Днепре сегодня встречается все чаще и чаще. И именно об этом пойдет речь в сегодняшнем выпуске программы. Оставайтесь с нами. Бывает так. Живешь-живешь в квартире и вдруг узнаешь, что ее продали. Причем давным-давно, если верить документам. Отец Дианы умер два года назад. Девушка попыталась вступить в наследство. И тут началось самое интересное. Сейчас мы судимся, пытаемся отсудить эту квартиру. В квартире мы сейчас живем для того, чтобы сюда никто не зашел, не попал. И впоследствии надеюсь, что получится ее отсудить. И я смогу здесь жить. Жить в квартире на жилмассиве Победа еще не слишком приспособлены для этого из-за текущего ремонта. Для Дианы на данный момент необходимость. Пока прямая наследница вступала в наследство, появились лица, позиционирующие себя как владельцы квартиры. По крайней мере, по документам, которые были предъявлены, они являлись таковыми. Якобы в 99-м году отец и бабушка продали эту квартиру. На договоре купли-продажи на тот момент нет ни паспортных данных, ни продавцов, ни покупателей. Супруга покойного владельца жилья с удивлением отмечает. Ее муж умер совсем недавно. И если верить этим документам, то 15 лет он прожил в квартире, которая была продана. По словам женщины, это исключено. Договор купли-продажи первый был датирован 1999 года. Это тот год, когда мы с мужем жили три года, дочке нашей было два с половиной. Договор был датирован 5 января 99 года. Это вообще день моего рождения. Когда свекровь ко мне приходила, она уже была на пенсии, как будто бы они подписали этот договор в согласии на продажу. Однако договор купли-продажи у лиц, которые намеревались вселиться в квартиру отца Дианы, был на руках. И подлинность его никто не оспорил. Соседи сообщили, что приходили какие-то молодые люди. Один из них представился Антоном. Сказал, что он новый собственник квартиры. Соседка удивилась, как это ребята делают ремонт в квартире, а тут новый хозяин. В конце ноября много раз приходили бабушки, соседки не дадут соврать. Они каждый раз звонили, когда приходили незнакомые люди. Звонили, говорили, что пришли ломать двери. Приезжал я, отпрашивался с работы. Приезжала Диана. Друзья приезжали, помогали. Но, как правило, к моменту, когда мы приезжали, они уже убегали. Раз приходили с участковым. Мы вот хозяин, я вот с участковым. Я говорю, мы тут 40 лет живем. Хозяйка была в щеглях Надя. И говорю, внучка. Вот нет, мы там какую-то фамилию называли. Я не знаю, какую. Вот это нам продали. То есть, начали лезть, хотели открыть сигнализацию. И не раз приходили, что звонили мне, чтобы я открыла. И из милиции приходили, бывало? И милиция, да, приезжала. И то я открывала двери, чтобы они поднимались туда наверх. Вот, срабатывала сигнализация, и тотал мы их туда. Жилье, меж тем, успели перепродать неоднократно. В конце ноября прямая наследница встретилась уже с третьим собственником квартиры своего отца. Когда они пытались сломать дверь, приехала охрана. Они подъехали. Естественно, задержать они его не могли, потому что в квартиру он еще не проник. И показал им документ на право собственности. Сработка была 12.56. И до 17.30 нашу квартиру осаждали вот эти четверо мужиков. Естественно, у них не было на руках ни решения суда. Была просто бумажка, они самостоятельно сломали двери. То есть нарушили статью уголовного кодекса. Наследнице и ее представителю пришлось защитить и свою квартиру, и свои интересы. Первое при помощи охранной системы, второе в суде. В первую очередь мы поставили охранную сигнализацию, дополнительную тамбурную бронированную дверь. Мы получили решение суда о том, что право собственности закрепить за щегляк Дианой Алексеевной. И если не будет апелляции с противоположной стороны, через 10 дней мы пойдем в нотариус для того, чтобы нотариально оформить это право собственности. Вероятно, точку в этом деле ставить еще рано. У нового собственника квартиры разговор короткий. Я тоже тратил на это свои деньги и время. Поэтому на данный момент принимаем решение с адвокатом консультироваться, что делать дальше. Но не намерена останавливаться в борьбе за квадратные метры и сторона Дианы. Мы будем добиваться истиной через прокуратуру, генпрокуратуру. Вдова из Диевки, инвалид второй группы, 5 лет прожила в полуразвалившемся доме. Однако нашлись желающие отобрать у нее эти руины. Подробности смотрите далее. Вы все время так попадаете сейчас? Да. А дальше дверь я не могу открыть. Сломан замок. В окна лазили. Супруг Алены тяжело болел в последние годы жизни. Все деньги уходили на лечение. И так получилось, что в доме, где женщина жила вместе с мужем и сыном, она не прописалась. Говорить не до того было. Однако Алексей перед смертью составил завещание на ее имя. Муж оставил мне завещание на этот дом. Она имеет юридическую силу? Да, она зарегистрирована в нотариусах. Сразу после смерти Алексея объявилась его племянница, рассказывает Алена Горбань. Умер. После чего начались приходить его родственники, о которых я слышала, но никогда не видела. Стали за наследство бороться. Оборвали мне провода на свет, сломали замок. Только угрозы, жить не дадим, и убьем, и закопаем. Но ты здесь жить не будешь. Племянница мужа оказалась неголословной, жалуется женщина-инвалид. Пока я занималась похоронами, пока я съездила в церковь, отпечатала землю, вернулась, я уже не смогла попасть туда. Ну, сломали замок, и так как сломан замок, я не могу туда зайти, даже взять вещи. Окна все забиты, только через окно. Чедушная женщина не скрывает, она панически боится родственников мужа, которые, несмотря на наличие у нее завещания, пытаются ее попросту вытеснить. Тем более, пока что Алена лежит в больнице, у нее перекомиссия на группу инвалидности. Программа преступления и наказания связалась с племянницей покойного Алексея. Юристы рекомендуют Алене ничего не бояться и оформлять наследство. Она обращается в нотариальную контору, в любую, по месту нахождения имущества, с заявлением о принятии наследства по завещанию. И нотариус по истечению шести месяцев должна будет вынести соответствующее постановление о том, что она приняла наследство. В случае же давления со стороны родственников, Алене следует обращаться в правоохранительные органы с заявлением об угрозах и самоуправных действиях. Женщина по этому пути и пошла. Я обращалась в милицию неоднократно. На что мне было отвечено, что я здесь ни на что не имею права. Право имеют только родственники. Обратилась в прокуратуру, жду ответа. В любом случае выселить женщину без решения суда никто не имеет права. Для того, чтобы вселиться куда-то, либо кого-то откуда-то выселить, для этого нужно иметь исполнительный лист, который выдает суд на основании решения суда. Покуда они не предоставят такой исполнительный лист, никакая полиция, никакая юстиция не имеют права никого выселять. Изрубленный в куски диван поджигают. Думаете, это сцена из эксцентричного шоу? Нет, это реалии семейной жизни героини следующего сюжета. Пожилая жительница Новомосковска долго терпела издевательства от взбалмошного мужа, а к старости он вообще выгнал ее на улицу. Подробности смотрите далее. Валентине Ивановне, 73. Оглядываясь назад, она рассказывает о детях, о работе на трубном заводе и о сплошном мучении, которым, по ее словам, были 40 лет жизни с законным мужем. Жизнь была не из легких. Но ради детей жила и все терпела. Пожилая женщина вздыхает. Муж постоянно бил ее. Все время, часто, и дети забирали меня, и прямо в больницу забирали. Я снимала даже побои один раз, снимала другой раз, когда он побил, что зубы даже повлитые. А когда уже мать в 2002 году умерла, он буквально 40 дней мы отметили, он сказал, а теперь ты мешаешь мне устраивать мою личную жизнь. Я не хочу, чтобы ты-то сжила, и я хочу пожить так, как все живут. Если по-хорошему не уйдешь, будет по-плохому. Он меня побил. Валентина Ивановна с трудом сдерживает слезы, рассказывая, из дома, где прожили вместе 40 лет, муж ее просто-таки выбил. Обиженная женщина подала на развод и на раздел имущества. Пока шли суды, у ее супруга приключился инсульт. Он попросил прощения. Когда он вышел из больницы, он начал меня беспокоить и говорит, я уже инвалид первой группы, я драться не буду, нам нечего делить и все такое. Возвращался? Да. Поэтому я возвратилась. И это длилось, пока я не закрыла суды. Через два месяца закрыла суды, он снова начал по-новому. Он уже меня избил, так что выбил даже зубы. И мне пришлось снять квартиру. Вскоре бывший супруг, имеющий инвалидность по психическому заболеванию, женился на молодой женщине, которая взяла над ним опеку, а затем стала хозяйкой половины домовладения на основании договора дарения. Так что Валентина Ивановна не смогла ни вернуться домой, ни даже забрать свои личные вещи. Дом на время нашей свадьбы был 85 квадратных метров, а время совместное с ним стало 141,9. Я думаю, что существенные. Вы были там прописаны? Я по сей день там прописана. Попасть в отцовский дом не может и совместная дочь Валентины Ивановны и Анатолия Григорьевича. Он меня вообще не пускает никуда, и нигде нельзя появляться. То есть у него на маму такая же реакция и на меня. Мы уже 13 лет сходимся, мы не можем ничего сделать. Мы не можем попасть. Ни один судебный исполнитель нам не может в этом помочь. Ни один не. Суды и первой инстанции, и апелляционный вынесли решение вселить Валентину Ивановну в домовладение, о котором идет речь. Но на практике сделать этого не удалось. Пошла вон отсюда! Хочи, ***! Поехали туда с исполнительной службы, полиции. Мне с исполнительной службы сказали, будем пилить и калитку, и все, но вы зайдете сегодня. Начали, человек был, начали замки срезать. Он бросал все, дрался, потом взял вилы. И на эти вилы, хорошо, что с исполнительной службы был такой высокий парень, и с полицией там был тоже один. Они схватили вилы эти у него, и он не мог отпустить. Они решили переломать их, и у них осталось острое, а у него просто палочка. Я плевала на все суды. Мне все равно, на решение, на все, мне плевать. Очевидцы такому поведению бывшего супруга нисколько не удивляются. Он агрессивно обычно настроен всегда. Я видела, когда он рубал этот диван, поджигал его. Вместе с нашей героиней отправляемся к грозному экс-супругу. Далее без комментариев. Лежал еще, еще кушали. Анатолий Григорьевич? Я бы вызывайте. Нет. Здравствуйте. А мы с телевидения. У нас обратилась Валентина Ивановна, что вы не выполняете решение суда и не пускаете ее в дом. Что вы такие, что я вас не знаю. Мы с 34-го телеканала, с телевидения. Я инвалид первой группы. Скажите, а почему вы не пускаете Валентину Ивановну в дом? Куда? Ну она же здесь... Это дом мой. Вы понимаете, что я инвалид первой группы. Вы пришли меня здесь расстраивать. Новая жена старика Людмила, несмотря на то, что является его опекуном, уверяет. Решение о том, отдавать ли бывшей супруге ключи по распоряжению исполнительной службы, принимает муж, а не она. Там есть хозяин, как она там разбирается с хозяином, не за мной. Когда меня вселяли, ее не было, а он ключи не дал. Он сказал завтра утром, а утром я не получила по сей день. Валентина Ивановна настроена решительно. Ей надоело скитаться по съемным жилищам. Дети не хотят меня подвергать, потому что мне психиатр сказал, он за вас отвечать ничего не будет, если убьет. Но мне-то надо где-то жить. Я не могу жить, 40 лет прожить. Мои личные вещи он мне отдает. Пошла вон отсюда! Какие... С вами была программа «Преступление и наказание». До встречи через неделю. Берегите себя и своих близких. И не забывайте сообщать нам о проблемных ситуациях, которые требуют вмешательства. По телефону 050 43 55 978. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова